У евангелиста Луки мы читаем, когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать. Кем были ближайшие ученики Христа? Кого в те времена называли апостолами? Что символизирует число двенадцать? Пришло время прочесть Евангелие дня. Отец Стахий, прочтите, пожалуйста, сегодняшний отрывок. Евангелие от Луки, серединка, шестой главы. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых он именовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, и Акова Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, и Акова Алфеева, и Симона, прозываемого Зелотом, и Уду Яковлева, и Уду Искариота, который потом сделался предателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудии, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать его, и исцелиться от болезней своих, также и страждущих от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Отче, предлагаю посмотреть сюжет, а потом перейти к обсуждению. Всю ночь Христос провел один на горе в сосредоточенной и глубокой молитве. И лишь когда настал день, он призвал учеников и избрал из них двенадцать самых преданных и верных, которых и назвал апостолами. Греческое слово «апостол» обозначает посланника, которому поручено исполнить известное поручение. В таком смысле оно встречается и у древнегреческого историка Геродота, и в Ветхом Завете. Христос избирает апостолов с тем, чтобы они проповедовали, исцеляли больных и немощных людей и изгоняли бесов. Они должны были, как говорил пророк Исаия, стать вестниками лета Господнего и благоприятного, то есть рассказать о наступившем с пришествием Христа Царстве Божьем. Само число апостолов не случайно. Их было двенадцать, потому что это число соответствовало числу колен израильских, которым пришел Иисус Христос, как овцам без пастыря. Таким образом апостолы представляли весь богоизбранный народ. Подтверждает этот тезис и происхождение учеников. Они все были из простого народа и даже из его противоположных слоев. Между ними мы находим сборщика податей Матфея из чужой земли. Зелот Симон был пламенным противником иноземного ига. Все, за исключением, быть может, мытаря Матфея, были люди-неученые. Всю свою жизнь они провели в тяжелых трудах. По крайней мере, четверо из них были рыбаками на Генесаретском озере. Однако все они, за исключением Иуды, имели доброе сердце. Жизненный путь апостолов во многом стал повторением жизни Спасителя. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, мученически окончили свою жизнь на земле, удостоившись чести пострадать за имя Христова. Святые апостолы занимают одно из центральных мест как в священной истории, так и в церковном вероучении. В символе веры, который мы слышим на каждой литургии, церковь именуется апостольской, потому что она покоится на их подвиге и продолжает их миссию в мире. Апостольское преемство православных епископов и священников является главным залогом Христовой благодати, наполняющей церковь, которая, по слову апостола Павла, есть столб и утверждение истины. Отец Астахий, я многим священникам задаю этот вопрос в личной беседе, вам задам в эфире. Что вы чувствуете, когда думаете об апостольском преемстве, понимая, что через череду рукоположений, через эти две тысячи лет, все восходит к 12 апостолам и Кресту? Ну, я думаю, что вот все-таки нас очень много учеников Христовых, как здесь в евангельском отрывке. Господь, избрав уже апостола, вышел, и много учеников. То есть, с одной стороны, я вот думаю, что апостольское преемство, к которому капелька благодати и на меня грешность не зашла, она меня не ставит выше. Наоборот, Господь взял апостолов и вывел к людям. И поэтому я, как носитель, недостойный носитель апостольского преемства, должен идти к людям, выходить. Я не могу изолироваться, я не могу закрыться в алтаре, я не могу прибежать на службу, убежать, не говорить с людьми. Кроме того, ровно противоположное, что вот Господь дал больше, и притча о талантах больше спросит, что значит, если я ученик Христов, в отличие от других учеников Христовых, причастный к этому апостольскому преемству через таинство священства, то я должен дальше Христа проповедовать. И это моя основная задача. Господь не призвал апостолов для того, чтобы они служили службе. И задача священников прежде всего проповедовать. Если священник больше своего времени тратит на службы, чем на проповедь, это неправильный баланс. Это не значит, что проповедовать там служба короткая и длинную проповедь говорить. Нет, проповедь в любом смысле. Когда ты после службы общаешься с людьми, приходишь дома, осветил квартиру, пьешь с ними чай, беседуешь. Когда приходишь на телевидение, когда в телеграм-канале что-то пишешь и так далее. Не важно. Если ты не проповедуешь, то то апостольское преемство, которое тебе дал Господь, оно становится для тебя чем? Ну только источником некоторого профессионального заработка. Ты хорошо служишь, ты вроде красиво что-то делаешь, люди как-то молятся на этом фоне. И вот тебе кажется, это все равно. Конечно, вот советская власть, когда она, те храмы, которые не были закрыты, и как раз были хоры более впечатляющие, храмов было мало, певчих много, батюшек много, а проповедь была запрещена только никак по бумажке. До сих пор это не было перешто. А вот все-таки тут очень важный момент. Господь берет, с одной стороны избирает и от мира отделяет. И тоже я понимаю, ну да, надо некоторую вот дистанцию, я не могу так и раньше, как с ребятами там зажигать на футбольном стадионе. Да, надо уже, понимаешь, некоторый вот уровень священнического служения. А с другой стороны, надо этот уровень от Христа получаешь, и идешь обратно к людям, и быть с ними, и нести весть о Христе. Спасибо большое, отец Тахи, замечательные слова. И мы очень рады, что у нас есть священники, и их много, горящие именно желанием проповедовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова